По официальной статистике, в России с каждым годом снижается подростковая преступность, и впервые за несколько лет сократилось число несовершеннолетних наркоманов. Казалось бы, тенденция положительная, но, по мнению специалистов, говорить о том, что проблема трудных подростков решена, нельзя. Просто изменилось время, как и сами дети. Как работают в новых условиях с детьми из группы риска, об этом в нашем сюжете. Если взглянуть на статистику подростковой преступности, то нетрудно заметить, что пики совпадают с моментами резких изменений в жизни общества. Например, в 1888 году было зафиксировано 130 тысяч случаев преступлений в России, совершенных несовершеннолетними, а в 1995 уже более 200 тысяч. С 2000-х группа риска очень изменилась, если раньше были те, кто оказался на улице без еды, воды, жилья, а сейчас любой ребенок, который ощущает на себе прессинг, которому не хватило внимания со стороны педагогов-родителей, это уже социальный риск. В прошлом году в территориальные органы полиции доставлено 1511 несовершеннолетних, каждый десятый помещен в Центр временного содержания. Особо непростая ситуация на селе. Например, из 170 подростков, проживающих в Жарковском районе, с полицией столкнулись 6 человек. Сказывается отсутствие адекватного досуга, который в идеале должен включать в себя и возможность заработать. А отсюда четкое понимание своих перспектив. Очень важно то, чтобы у ребенка была мотивация. Вот если он мотивирован, он знает, зачем он ходит в школу, зачем он получает знания по той или иной отрасли, науке, профессии. Вот если у ребенка есть мотив, то значит он не будет совершать правонарушения. Некрасовская школа, что в Калининском районе, из тех заведений, где нет ни одного ребенка, состоящего на учете в ПДН. И такая тенденция держится уже 8 лет. Здесь работе педагогам помогает фонд «Открывая горизонты». Школьники в четвертый год являются участниками флагманской программы фонда «Поколение выбор», которая реализуется в 40 регионах России. Мы расширяем кругозор, мы учимся развивать себя не только в школе, касаемо общей учебной программы школьной, но и развивать именно конкретно личностные какие-то компетенции. Основная цель программы – помочь подросткам научиться делать осознанный выбор. И в первую очередь это выбор будущей профессии. Дети сельской школы не всегда имеют широкие представления о разных профессиях. И вот программа, она как раз помогает встретиться с молодыми успешными людьми, которые знают, как сделать себя успешными, которые чего-то добились в этой жизни. Игры, встречи с профессионалами, тренинги, экскурсии на предприятия делают свое дело. Уже сегодня многие девятиклассники из Некрасова знают, куда пойдут учиться после школы. Будущим дизайнерам, летчикам, педагогам точно не до хулиганства.